Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь, да, приветствовать именно тебя, тебя, золото мое, на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, такая вся в худи, с собранными волосами. Для меня вообще собранные волосы это что-то крайне необычное, поэтому если мне идет, обязательно напиши об этом в комментариях, я буду снимать видео с хвостиком как можно чаще. Сегодня я решила поделиться с вами историей, которая для меня считается до сих пор необъяснимо тупой, неправильной, абсурдной, и я еще никому ее не рассказывала. Эту историю знает только моя семья, Полина, папа, мама, ну и, соответственно, я знаю об этой истории уже как года три. И речь сегодня пойдет, как вы поняли по названию видео, о нянях. Это девушки, которых нанимают посидеть с детьми, чтобы они провели свое время вместе с ними, и делается это в том случае, если папа и мама работают, ходят на работу, им не с кем оставить ребенка. Такое происходит достаточно часто, или просто куда-то уезжают, и нанимают няню буквально на несколько часов. Моя мама вообще недоверительно относится ко всем этим няням, но все-таки произошла одна такая история в детстве, когда еще Полины даже не было, я была прям супер маленькая. И маме пришлось по непредвиденным обстоятельствам нанять няню. Об этой истории я сегодня вам расскажу, вы будете просто в шоке. В таком шоке, что вам даже слов не хватит, чтобы это все описать, поэтому присаживайтесь поудобнее. Или ложитесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Моя типичная фраза. И не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, правильно, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры, потому что скоро я для вас буду готовить такую пушку, и это далеко с разговорными видео не сравнится. Ну а я могу наконец-то приступать к этой истории. Приятного просмотра! Я не знаю, почему я молчала, и засыпая вчера, мне пришла идея в голову рассказать вам эту историю, почему как бы мои самые близкие люди, моя семья, которая все знает о моей жизни, не знает об этой ситуации. Да, вы для меня семья, и я хочу, чтобы вы в первую очередь узнали об этой истории. Так вот, мой папа на то время, мне было лет 5 или даже 4 годика, ну, по описанию мамы, я была прям такой маленькой-маленькой, еще смотрела мультики, играла в игрушечки всякие. Папа работал, да. Ну и маме пришлось отъехать очень срочно тоже по работе. Она продолжала работать, когда я родилась, но очень редко, буквально раз в неделю. Но когда она забеременела Полинкой, пока что работа прекратилась. Не буду говорить о всяких бизнесах, херизносах, говорю конкретно о работе. Маме пришлось отъехать. Она, естественно, искала специальную няню, которая сможет со мной просидеть до позднего вечера, где-то часов с двух, то есть с дня до вечера. Цель няни была приготовить еду элементарно, которую подготовила моя мама, включить мне мультики, поболтать со мной, возможно, во что-то поиграть и не доводить меня до слез. И все эти четыре пункта эта чудесная няня не выполнила. Продолжаю дальше. До этого моя мама, да, познакомилась с этой няней, узнала о ней информацию, действительно ли она добрая. Но я вообще не помню практически ничего из этой ситуации, кроме одного момента. Об этом расскажу попозже. Как к нам приходила няня и знакомилась со мной, вот этого я тоже не помню, но, естественно, очень много времени прошло. Няня была худенькая, такая блондинка, немножечко туповатая, но мне было насрать вообще, с кем проводить время. Хотя всегда, когда меня мама отводила в детский сад, я плакала и закатывала истерику. Кстати, я вам не говорила еще об одном интересном факте. Я думаю, многие паблики подхватят то, что я вам сейчас скажу. Лет до пяти я свою маму называла по имени, представляете, по имени. Я не могла ее назвать мамой, я не знаю почему. Я всегда называла мою маму Аня. Обычно у всех детей происходит по-другому, они узнают имя мамы и такие, что за херня? Оказывается, у моих родителей есть имя, а у меня было наоборот. Ну, как бы мне говорили, называй маму, называй маму. А я как бы нет, называла ее по имени Аня. Ну и, соответственно, да, моя мама удостоверилась, что эта няня нормальная, по стоимости тоже вроде бы была ничего. Ну, то есть было понятно, что хорошая няня, мама на этом ни в коем случае не экономила. Пыталась найти нормального человека, который как бы со мной и проведет время, потому что, ну, как бы я единственный ребенок, а хотелось бы, чтобы не произошло, как происходило, да. В интернете показывали, что няни вообще новорожденных детей херачат по жопе. Не буду, конечно, эти кадры вставлять, это жуткое зрелище, но просто знайте, что к этому нужно относиться с осторожностью. Ну и, значит, мама показала всю квартиру няне, что происходит, что не происходит, что нужно делать, как включается телевизор, чем меня можно накормить. Оставила курочку, ну, то есть обычную курицу, которую нужно было всего лишь отварить. Я очень в детстве любила вареную курицу, это было очень-очень вкусно, ну, и по сей день на диете я ем вареную грудку. Ну и, соответственно, произошел трэш. Но к этому мы сейчас с вами плавненько перейдем. Как только захлопнулась дверь, по описанию мамы няня сразу же закрыла на меня глаза. Я сама стеснялась незнакомых людей, в принципе, ни о чем таком я ее не просила. И я помню, в одной из страшных историй я вам рассказывала, что я очень сильно боюсь куклу. У меня была кукла в полный рост. Моего же роста, и мне эту куклу Таню, я ее так и назвала, подарила моя бабушка по маминой линии. С этой игрушкой, куклой, мягкой куклой, я играла очень долгое время до того момента, пока мне не приснился сон о ней, что она ожила и тянет меня выйти на улицу. А на то время, как бы без родителей, я на улицу не выходила. Естественно, ребенок маленький. После этого сна я жутко боялась эту куклу и всегда перед сном просила маму убрать ее. Ну и, соответственно, когда няня эта отвратительная, ужасная дура, я извиняюсь, да, села на диван, залипла в своем телефоне и включила телевизор, хотя нужно было хотя бы со мной поиграть. Я на то время очень любила смотреть Лунтика, просто обожала. Даже если крутят одну и ту же серию 10 раз подряд, я все равно ее буду смотреть. Я так в детстве обожала Лунтика, вы просто не представляете. Да и сейчас я не прочь, когда у меня хорошее настроение посмотреть его. Ну и я отошла в комнату, думаю, ну, возможно, какая-то подруга мамы, фиг пойми, отхожу в комнату и вижу, что эта кукла как бы, ну, сидит на кресле. Хотя обычно я в комнату днем не заходила, я всегда с мамой на кухне тусила, там мы готовили что-то вместе, ей помогала. Мыла посуду, в кавычках, да, делала вид, что мыла. Ну, ребенок, в принципе, ничего делать нормально не умела. Ну и я прихожу в эту комнату и, как говорит мама, а вы узнаете, почему она обо всем этом знает, у меня началась истерика. Я начала плакать, потому что мне стало страшно за эту куклу, как будто бы она сейчас оживет и начнется какой-то трэш. Ну, естественно, услышав плач, няня подходит ко мне и говорит, что ты ревешь? Просто, знаете, вот таким вот тоном, типа, ты что ревешь маленькому ребенку сказать, представляете? Ну и я смотрю на нее, я говорю, куклу боюсь, можете убрать ее, пожалуйста? Ну, она говорит, я могу ее в окно выкинуть, хочешь? То есть, представляете, няня настолько была, наверное, умом тронутая, хотя перед мамой она показала себя с лучшей стороны. Ребенку она сказала, что может выкинуть куклу, да пофиг, боюсь я ее или не боюсь. Как бы деньги на эту куклу потратили родители, моя бабушка, ее волновать не должно кто. Но все равно на эту куклу были потрачены деньги. Предлагать выкидывать какие-то игрушки в окно она не имеет никакого права. Но это еще цветочки, дальше будет просто трэш. Я не стала даже ей ничего отвечать, потому что толком даже нормально не умела формировать, скажу так, свои мысли. В принципе, ни хера не поменялось. В общем, няня что-то там мне пробормотала, типа, ты что боишься, не боишься, как-то нагрубила мне. Ну и все это время, как бы, я боялась эту няню, и куклу я потом сама убрала, потому что она резко развернулась и пошла в туалет. Наверное, ей приспичило сходить пописать или покакать, извиняюсь за подробности. Я осталась в комнате, и буквально два часа ко мне няня вообще не подходила. Я сидела в комнате, рисовала, чуть ли стены там не разукрашивала, няне было по херам, ребят. Я могла просто двери закрыть, а она, в принципе, ко мне не зайдет, да? Крутая няня, мало ли ребенок там, я не знаю, на подоконник залезет, из окна выпрыгнет, ее это на то время не волновало. Я занималась своими делами, и потом, в принципе, происходит самое интересное, от чего вы сейчас будете в восторге просто. Нет, не в восторге, в шоке. У вас челюсть на пол упадет, я вам точно говорю. Открываются двери, значит, заходит няня, это тетка Белобрыса, и такая говорит, жрать идем. Ну, мне было пять лет, я не знала, нормально ли говорить, жрать идем или не нормально, но вы узнаете, откуда вообще моя мама узнала об этой истории. И пишите, пока не досмотрели и не дослушали эту историю до конца. Ниже в комментариях, как вы думаете, откуда мама обо всем этом узнала. И эта няня, значит, которая сразу у пятилетнего ребенка вызвала неприязнь, то есть у меня, позвала меня пожрать. Ну, реально, жрать идем, это нормально, по вашему мнению. Ну, и, соответственно, я прихожу на кухню, и, как я поняла, да, няня отварила курицу, как попросила мама. И тут она мне пододвигает тарелку, ребят, я была ребенком, я не знала, что нужно есть, что не нужно есть, и если вы хотите, моя мама может потом подтвердить эту историю у меня в инстаграме. Ник, вы сейчас видите на своих экранах, туда я выкладываю очень много всего интересного, поэтому подписывайтесь совсем скоро, я там проведу банкурс на 50 тысяч рублей, и вы там можете посмотреть на мои новенькие ногти, да, на мои ногти, я их уже сделала во время выхода этого ролика, я уже сделала вот такие себе ногти, можете посмотреть у меня в инстаграме, это был трэш. В общем, моя мама там подтвердит, действительно ли со мной происходила эта история. Ну, и, естественно, я вижу, лежит курица на столе, и мне няня дает тарелку. Я вот этот момент, я вам помните, говорила, помню только маленький момент, будто он был вчера, остального я не помню все, что мне рассказывала мама. И тут мне тарелка, значит, прилетает, да, на стол, и в ней лежит, как думаете, что? Вы сейчас просто офигеете. Там лежит кожа от курицы, кожа от курицы, и ее есть нельзя. Знаете, обычно курицу варят, едят как бы ножки, крылышки, грудку, а тут мне прилетает тарелка с просто оторванной кожицей от этой курицы, просто вот это жирное, знаете, еще с такими прыщиками сверху. Вот это я точно помню, и няня мне говорит, жри. Вот это я точно помню, как она грубым тоном мне сказала, жри. И знаете, я как бы даже не стала обращать на это внимание, тем более ребенок, и я вам об этом в этом видео еще не один раз скажу. Я как бы действительно села и ела эту кожу от курицы, и вы не представляете, ребят, мне даже не было противно. Я всегда была всеядная, что сейчас, что в детстве, я всегда ела все, что не попадя. И поэтому, когда мне дали кожу от курицы, хотя у меня перед носом лежала курица, я даже не могла додуматься о том, что мне дали что-то не то. Ну и, соответственно, да, я начала есть, доела всю эту кожицу, и после этого няня сказала, ну что, вкусно? И села опять на диван, а у нас зал был соединен с кухней, то есть она могла из зала смотреть даже, что я делаю на кухне. То есть, соответственно, я подошла к ней и говорю, да, очень вкусно, можете мне, пожалуйста, включить мультик? Я тогда очень мечтала о том, что у меня будет телевизор в комнате стоять, но его, к сожалению, не было. И только на день рождения мне родители купили вот такой вот маленький телевизор, и я прям помню, как будто это было вчера, что они мне говорили холодно, тепло, и просто спрятали этот телевизор. Я так была рада, я потом днями и ночами смотрела мультики у себя в комнате, он был маленький, дешевенький. Вот, но я очень обрадовалась такому подарку, это был самый лучший подарок в моей жизни, я сейчас просто расплачусь. Вот, но тогда у меня еще не было телевизора, день рождения должно было быть где-то месяца через два. Ну и я прошу эту няню, можете включить телевизор? Она перестала мне хамить и такая девочка, как будто она моего имени не знает, говорит. Иди в игрушки свои поиграй, я могу тебе ту куклу, которую ты боялась достать. Как раз бояться ее перестанешь, можешь ее сюда притащить, я с тобой поиграю. Знаете, нет, чтобы ребенку сказать, давай поиграем в какие-нибудь другие игрушки, потому что я сама эту куклу, которая меня пугала, убрала сама в шкаф, представляете? Ну и, соответственно, мама, в принципе, в подробностях мне эту историю не рассказывала. Единственное, что она еще узнала, это то, что, ну да, я притащила эту куклу к няне, и она просто продолжала вот так вот залипать в телефоне, она не делала ничего. Няня со мной никак не разговаривала, в туалет я тогда, слава богу, умела ходить, я не представляю, что бы могло быть, если бы я не умела ходить, да, и была бы еще сильнее маленького роста. Мне кажется, я бы обоссала себе все штаны, и она бы мне ни слова не сказала. Но мне кажется, это не няня, и эту женщину, тетку давным-давно пора было посадить в тюрьму, потому что это просто отвратительно. Слава богу, руки она на меня не поднимала, не посмела, и если бы подняла, слушайте, я бы вот в возрасте сейчас вселилась бы в ту маленькую Карину и нахерачила бы ей все лицо. Потому что такого отношения я сейчас к себе, естественно, не позволю. А вот в детстве я ничего не понимала, даже, ну, как бы кожу от курицы сожрала, и мне было все равно. Ну и теперь слушайте дальше. Прошло время, да? Она ничего не делала, переключала вот так вот, сидела, каналы на телевизоре. Когда показывали мультики, она их быстро пролистывала, и это тоже было видно. Сейчас вы узнаете как. Ну и, соответственно, подошло время к концу, я еще была маленьким ребенком, мама приходит с работы, ну, не с работы, а с очень важного дела, не буду говорить какого. Было где-то часов 8.30, хотя мама обещала прийти позже, потому что она волновалась и так далее. И тут няня вот так по щелчку. Ой, здравствуйте, Анна Викторовна! Ой, а мы тут с Кариночкой в куколки играли, ой, а мы тут своими делами занимались. Посмотрите, вот такие вот рисунки! Рисунков, ребят, я таких не рисовала за всю свою жизнь. И тут моя мама начала сразу думать о чем-то нехорошем, потому что, ну, как бы родная мама, она в любом случае знает, как рисует ребенок. И как оказалось, эта няня тупо заранее подготовила готовый рисунок и сказала, что это они нарисовали. Короче, это был просто трэш, даже не они, а сама я, она сказала. И тут мама как бы смотрит на меня и такая, чё, как? Ну и в итоге, в принципе, раз я в целости и сохранности не избитая, мама такая, ну, окей, до свидания, заплатила ей деньги и няня ушла. Естественно, после этого ужасного случая заблокировав номер моей мамы и не отвечая дальше ни на какие звонки. Теперь слушайте внимательно. Мама, перед тем, как уйти, и заранее знала о том, что у нее будет это дело, поставила камеры в доме. Поставила камеры в моей комнате, поставила камеры в родительской комнате, хотя бы в туалете не поставила, но на кухне камера стояла. И в зале тоже. Потому что моя мама была таким продуманным человеком и на всякий случай решила, да, нанять тех людей, которые действительно поставят небольшие скрытые камеры, которые будут незаметны. Ну и, соответственно, под вечер маленького ребенка, то есть меня начало рвать. Да, меня затошнило, и я начала блевать. Извиняюсь за подробности. Естественно, мне скормили всю жирнющую, вредную, как мне кажется сейчас, несъедобную кожицу от курицы. И, естественно, я потом начала блевать. Потому что этого дерьма мой организм не мог в таком возрасте переварить. Да и мне нужно было кушать правильное питание, потому что с самого детства у меня проблемы с желудком, и мне нельзя кушать сильно много вредной пищи. Поэтому в детстве я вообще не знала лет до 11, что такое фастфуд, что такое бургеры, что такое жареное. Вот, потому что у меня постоянно в детстве болел живот, и мне было плохо. После того, как меня начало рвать, и мама увидела, да, во всей этой массе немного кожицы от курицы, она решила посмотреть камеры. Дала мне, естественно, таблетку от тошноты, и увидела трэш. Камера, кстати, была со звуком. И всегда, когда я злилась в детстве, я приходила в комнату, матершинных слов не знала, и кричала «ЖОПА! ЖОПА!» Для меня это было слово реально матершинное. И я помню, когда мама через компьютер посмотрела запись, где я, поссорившись или обидевшись на маму, потому что она мне не дала какую-то конфетку, зашла в комнату и сказала «ЖОПА!» Она меня позвала к себе и такая говорит «Что это за слова?» И тут я такая «Чего? Откуда ты видишь? Откуда ты знаешь?» Это я тоже помню, как будто бы было вчера. Моя мама как бы не пыталась дозвониться до этой отвратительной няни, она на трубки не отвечала. Точнее, трубки не брала сайт, где мама наняла эту няню, оказался заблокирован. По непонятным причинам. И, видимо, это все были мошенники. Извиняюсь, мне жарко. Реально мошенники, которые любили так издеваться над детьми. Ну просто я не знаю, ребят, как это дерьмо даже можно назвать. Моя мама была просто в ярости и сразу же, когда я уже так более-менее подросла, вот, ну, 4 года назад рассказала мне об этой истории. Я как бы о ней помнила, держала ее в голове, но что-то даже как-то не додумалась вам ее рассказать. Не знаю почему. И мне очень интересно услышать ваше мнение в комментариях, что вы вообще думаете насчет этой истории. Потому что, по моему мнению, это не история, это самый настоящий трэш и издевательство над детьми. Будьте внимательными, ребят, и если меня смотрят какие-то взрослые люди, возможно, мамочки, девушки, которые стали мамами, я вас поздравляю и будьте внимательными. И я вообще няням не буду доверять, если у меня когда-то будет ребенок. И вообще, в принципе, я им не доверяю, для меня это что-то ужасное. Для меня мило, моя собака сейчас как ребенок, и я не представляю, как можно мою собаку оставить с кем-то другим, да? С человеком, которому я в принципе не доверяю. Моя мама была просто в ярости, она позвонила папе, он пытался найти, дозвониться. Мы написали заявление в полицию, но, естественно, дело отложили, все забили хер. Все как-то замяли эту ситуацию, и после этого моя мама ни с Полиной, ни со мной больше никогда не заказывала или не нанимала никаких нянек. Просто пропала к ним полностью от и до все доверие. Ну и на этом я, пожалуй, хочу закончить сегодняшнюю историю. Пишите ваше мнение в комментариях, пишите, как вы относитесь вообще к няням. Пишите ваши истории, возможно, тоже какие-то были из детства связанные с нянями. Мне будет очень интересно прочитать. Для меня это до сих пор остается трэшем. Издевательство конкретное над детьми. Самая отвратительная нянька, которая вернется все бумерангом, я уверена, на 100%. Ну а с вами была Карина, жду вашего мнения в комментариях. Это была ужасная история о такой же ужасной няне. Всем пока-пока, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!